МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Становление. Мы говорим, что становление – единство возникновения и прихождения. А что такое возникновение? Это ничто, которое переходит в бытие. Или, другими словами, ничто, переходящее в бытие. А что такое прихождение? Это бытие, которое переходит в ничто. Или, другими словами, бытие, переходящее в ничто. Снова наше становление представлено как единство бытия и ничто, только не таких, которые были вначале. Это бытие, это ничто. Никакого бытия, как выяснилось, которое не переходило бы в ничто, не бывает. Не бывает только такое бытие, которое переходит в ничто. И это относится ко всему. Ко всему в жизни, ко всему в материи, ко всему, что является дивирующимся. А, соответственно, возникновение – это ничто, переходящее в бытие. И никакого другого ничто, которое бы не переходило в бытие, просто не бывает. Не бывает просто ничто. Поэтому вот то, с чего мы начинали, это абстракция от того, что является истинным. А истина всегда противоречива. И истина состоит в том, что всё живое, всё изменяющееся, и всё, что есть в мире, оно содержит в себе противоречие. Ну вот поэтому получается так, что само наше становление, оно есть благодаря единству бытия и ничто. Правильно? А это единство в становлении исчезает. Почему? Потому что бытие переходит в ничто, ничто переходит в бытие, и их, так сказать, вот то, благодаря чему есть становление в разности бытия и ничто. Вот разность бытия и ничто в становлении исчезает. А становление есть только благодаря этой разности. Значит, если этой разности нет, то исчезает и само становление. Вот получили мы такой логический вывод, что становление исчезает. А что это значит тогда? Как это понять? Чтобы это понять, надо понять, что становление – это беспокойное единство, бытие и ничто. И исчезание становления есть исчезание, или другими словами, отрицание беспокойного единства, бытие и ничто. А что значит отрицание беспокойного единства? Это, во-первых, отрицание беспокойства. Что является отрицанием беспокойства? Отрицанием беспокойства является успокойствие. А отрицанием единства что является? Когда говорят о единстве? О единстве говорят тогда, когда что-то есть не одно. Потому что если есть единство там ёлки с ёлкой, то это как-то никакого содержания не имеет, так не высказывается. Когда говорят о единстве, вот у нас есть единство взглядов, единство понимания, единство идейное и так далее. То есть, когда говорят о разном, о многом, и в отношении к этому разному или многому употребляют понятие единства. Единство различного, единство разного. Поэтому, когда мы говорим, а что является отрицанием единства, так отрицанием единства является не что-либо такое сложное, а простота, простое. Следовательно, становление, раз оно себя отрицает, становится спокойной простотой. И вот это спокойное и простое есть. А раз оно есть, то оно бытие. Но это не то бытие, которое было в самом начале чистое, это снова бытие, но результат – отрицание становления. Здесь мы ещё очень одну важную должны отметить категорию – снятие. Тут отрицание становления, что означает, что становление никуда не делось. Но оно отрицается, оно есть в этом отрицании. Поэтому под диалектическим отрицанием понимается не просто отвержение чего-нибудь и отталкивание, а то, что содержит в себе отрицаемое. И вот такое отрицание с удержанием, богатство содержания, которое было, называется снятием. Вот скажи, следующая общественно-экономическая формация, которая является отрицанием предыдущей, содержит в себе то, что было достигнуто в лоне предыдущей формации. Например, рабовладение, конечно, является отрицанием первобытно-общинного коммунизма. Правда? Это частно-собственническая формация первая, которая отрицает строй, основанный на общественной собственности, но она же в себе содержит то, что было достигнуто человечеством в рамках первобытно-общинного коммунизма. Отрицание рабовладения феодализмом не означает, что всё выбрасывается, что было создано в период рабовладения. Наоборот, всё то, что было создано в период рабовладения, оно становится феодальным и сохраняется в рамках феодальной формации. Ну, если мы даже возьмём современные учебники по геометрии, скажите, пожалуйста, геометрия Евклида, когда была создана? В Древней Греции ещё в период рабовладения, правильно? Или там теорема Пифагора. Пифагора – это какой? Греческий тоже учёный, математик. Теорема Пифагора – это тоже достижение ещё рабовладельческой эпохи. Итак, каждая следующая формация включает в себя то, что было создано предыдущими формациями, и накапливается. Это для музеологов особо важно, правильно? То есть музеологи должны рассматривать историку культурной наследии, и его надо понимать как постоянное накопление. Каждая следующая эпоха, каждая следующая формация вбирает всё предыдущее. И мы в этом смысле являемся наследниками всех предшествующих стадий развития человечества. И вот можно поэтому сказать, что произошло снятие, и теперь мы имеем не просто бытие, как в начале чистое, а такое бытие, которое является результатом снятия становления. А раз оно является результатом снятия становления, налицо только бытие, раз отрицается становление бытия, но раз оно в себе содержит становление, значит, становление в нём. В нём. То есть оно не налицо, его не видно, но оно в нём есть. А раз оно в нём есть, то наряду с тем моментом, который у нас налицо, а налицо у нас что? Бытие. В нём есть и ничто, поскольку в становлении есть ничто. И тогда получается, что ничто есть в этом наличном бытии. Вот это наличное бытие, в котором есть ничто. А вот такое ничто, которое в наличном бытии, это не свободное ничто, которое было изначально. Оно называется небытием. Вот обратите внимание. Некоторые товарищи всё равно употребляют. Что ничто, что небытие, это одно и то же. Да это не одно и то же. Ничто – это как бы свободное ничто, на равных с бытием. А вот когда мы говорим небытие, то у нас есть некое бытие, а в нём ничто. Вот ваши недостатки. У вас есть недостатки? Это ваше бытие или ваше небытие? А? Нет, ваше небытие – это вы. А ваши недостатки – это ваше отрицание. Вас самих – это ваше небытие. Ваше ничто. А почему это отрицание? А потому что это к всем так относится. Потому что недостатки – это не вы. Это то, что вам противоположно в вас. Недостатки – это то, что делает у него новое. Нет, недостатки – это то, что в вас вам противоречит. Вот человек хороший, а у него есть недостатки. Человек хороший – это выражение его бытия. А недостатки – это выражение, это его отрицание в нём самого. Каждый человек имеет то, что… То отрицательное, которое ему противоположное – это его недостатки. Это его небытие. И вот то, что вы хотите выразить, вот то, что это с вами связано тесным образом, это не так выражается. Потому что вот это небытие, принятое в бытие, так что конкретный целый форум бытия, имеет форум бытия, называется определённостью наличного бытия. Вот вы пишете ручку, да? Это ваша ручка. Ваша. Но это же не вы. Ручка – это не вы. Но вы человек с ручкой. Это ваша определённость. Или там вы на такой кофточке с цветами. Кофточка – это не вы. Вы же не кофточка, вы же человек. А вот эта кофточка – это отрицание. Или ваше небытие, но в вас. Ну, возьмём мы такие примеры, которые к людям не относятся. Вот, скажем, вы идёте в буфет, перерыв, и берёте сладкий чай. Это чай, в котором лежит, в котором растворён сахар. Правильно? Сахар является чаем? Нет. То есть это небытие чая. Куда положили это небытие чая? В чай. Вот небытие чая положили, в чай размешали. И этот чай с небытием чая даёт чаю определённость. Он сладкий. Сладкий чай – это чай, в котором есть не чай. Вот вы пишете ручкой на листе. Лис белый, а то, что вы пишете, оно тёмное, синее. А синее – это не белое, то есть это отрицание белого. Вот поэтому, если вы белое зачерняете, то тем самым вы получаете содержание. Содержание, определённость у вас получается только от того, что вы не белым по белому пишете, а пишете по белому синим. А если бы писали белым по белому, ничего не было бы видно. И вот Гегель говорит, что в абсолютном свете так же ничего не видно, как в абсолютной тьме. Вот как тут получается. Поэтому для того, чтобы вообще была какая-то определённость, надо или светлое затемнить, или тёмное осветлить. Иначе, так сказать, эту определённость не получишь. И вот, повторяю, небытие, принятое в бытие так, что конкретное целое имеет форму бытия, называется определённостью наличного бытия. И если мы нашли эту определённость, мы начинаем её разглядывать. А когда мы начинаем её разглядывать, умственным взором рассматривать, она тем самым, как бы для нас, становится бытием. Она есть? Есть. Мы её изучаем, как бытие. А следовательно, она уже становится такой категорией, которая уже не отрицательная, а положительная. И вот это называется качеством. Качество – это определённость, взятая сама по себе, как бы в отрыве от того, качеством, чего это является. Вот у вас есть рост. Это ваш рост. Но если мы берём ваш рост, он берётся в отрыве от вас. Это ваше качество. А поскольку качество есть, оно тоже, бытие какое? Наличное. А раз оно наличное, в нём есть становление. А в становлении есть и положительное, и отрицательное. Значит, надо и бытие, и ничто. Значит, надо качество убрать и как положительное, и как бытие. Тогда это называется реальностью. И как отрицательное. Как ничто, тогда это называется отрицанием. И вот качество – есть единство, реальность и отрицание. И у нас получается так, что есть наличное бытие, Есть реальность, есть отрицание Три как бы объекта, и наше всё рассмотрение распалось на такие три объекта, не связанные между собой Это ненормальная картина, мы должны с этим что-то сделать, покончить Давайте разглядывать будем по очереди Вот рассматриваем реальность, реальность есть Есть, то значит в ней есть это наличное бытие Значит в нём есть становление, а в становлении есть отрицание Ничто Значит в реальности есть отрицание Берём отрицание, оно есть Значит в отрицании есть бытие Если в одном есть другое, значит они То значит разность их снята Сняты различия реальности отрицания Это как бы одно Но и то, и другое есть Значит снято различие между наличным бытием и отрицанием И его определённостью Значит нет отдельно определённости наличного бытия и нет отдельно наличного бытия А есть лишь определённое наличное бытие Нет вот недостатков отдельно от человека И нет у человека отдельно от недостатков А есть человек с недостатками Вот этот, вот когда вы берёте наличное бытие с определённостью вы получаете определенное наличное бытие, которое можно назвать налично сущие. Этим вот таким выражением Гегель подчеркивает то, что выступает... Вот это определенное выражение налично сущие отвечает и на вопрос что, и на вопрос какое. Да? Что это? Налично сущие. Или какое это? Налично сущие. То есть это единство наличное бытие и определенности выражено в понятии. А еще короче, а еще короче это будет так. Нечто. Вот если вы напишите слово «нечто», не, разумеется, пишется здесь вместе, то вы видите, что впереди стоит «не», то есть отрицание. А это вот слово положительное нечто или отрицательное? В целом. Положительное. Смотрите, слово положительное, а в нем, вот в структуре самого слова, на первом месте стоит «не». Вот если бы они отдельно стояли, нечто, это было бы отрицание. А раз нечто, оно в целом положительное, а в нем сидит это самое «не». И вот с этим «не», то есть с отрицанием, то есть с ничто, которое в нем, вот связаны приключения этого самого нечета. И вот мы начинаем это нечто анализировать. «Нечто», во-первых, оно есть, а раз оно есть, то оно бытие. Во-вторых, раз оно бытие какое? Наличное. А в наличном бытие есть становление. Значит, мы должны взять это нечто, прийти к тому, чтобы это нечто было представлено как становление. Пока оно не представлено. Пока мы можем только сказать, что надо взять нечто как бытие и нечто как ничто. Вот нечто, взятое как бытие, это что будет? Это будет нечто. А нечто, взятое как ничто, это будет иное или другое. То есть у нас вот есть уже пара – нечто и другое, или нечто и иное. Ну и как они соотносятся? Нечто – это не другое, а другое – это не нечто. С одной стороны. С другой стороны, поскольку они не в единстве еще пока представлены, то вы можете считать иное – нечто. А тогда нечто – это будет другое или иное по отношению вот к этому иному. То есть безразлично, что брать за нечто, что брать за иное. А вот когда вы рассматриваете отдельно определенное наличное бытие, нечто отдельное, другое и соотношение между ними, вам еще остается рассмотреть то, что вы не рассмотрели. А что мы не рассмотрели? Мы не рассмотрели иное взятое по отношению к самому. Не к другому, а по отношению к самому себе. А не иное, взятое по отношению к самому себе, это что? Тут, может быть, вы и не ответите. Иное, взятое по отношению к самому себе. Иное, взятое по отношению к самому себе, это отношение, которое выражается понятием «иное самого себя». А что такое иное самого себя? Иное самого себя есть иное. поэтому мы получаем вот такое выражение вы можете записать и обдумать иное иного есть иное такая сакраментальная диалектическая фраза которая заставляет подумать над противоречиями и над тем как они выражены в языке иное иного есть иное вот что этим сказано по-разному можно это выражение трактовать и высказывать подcharかった туда два раза буду по-разному говорит и но и иного есть иное ну как что иное взяли ино и осталось и но иного весь иное же теперь другое но и иного есть иное не такое другое то есть вот в этом высказывании и но и иного есть он его содержится две противоположных мыслей, что иное сохраняется. Иное есть иное. И иное не сохраняется, потому что иное, иное есть иное. То есть и равенство здесь есть, и неравенство с собой. И вот это позволяет нам сделать вывод, что определенное наличное бытие имеет два момента и должно быть представлено как противоречие моментами которого, или сторонами которого является в себе бытие равенство с собой и неравенство с собой. Вот для момента равенства с собой установлено такое название в себе бытие. А для момента неравенства с собой бытие для иного. И пишется обычно так в себе бытие в черточка, с черточка бытие. А для бытия для иного Бытие черточка для черточка иного. И этими черточками подчеркивается, что это не три тут, не три каких-то элемента, а это один момент, просто так он называется, в себе бытие или бытие для иного. И вот кажется, что для бытия для иного название само о себе говорит, и его очень просто понимать, потому что бытие для иного – это момент, который состоит в том, чтобы становиться иным. Вот вы, например, зачем пришли сюда в университет? Чтобы стать иной, правильно? То есть вы пришли не музеологом, а должны выйти к музеологу. В качестве. То есть стать иной. Для того, чтобы стать иной. Но это вы пришли, чтобы вы стали иной, или чтобы кто-то другой стал? Это про вас же речь? То есть вы должны при этом остаться ещё и собой, правильно? Иначе это было бы не здорово, что вы пришли, позанимались, но это уже не вы. То есть вы остаётесь равной собой. Вот это равенство с собой выражается категорией всей бытия. Кажется, что это придуманная такая вот категория, какая-то такая странная. А если мы начнём искать аналогичные высказывания в русском языке, и в немецком также, и в английском, просто в развитом языке. Гегель говорит, что в любом развитом языке, ну не такой, как есть какие-то малые племена или народности, у которых не развитый язык. Может быть, там слов таких нет, но в любом развитом языке есть эти слова. Что значит в себе? Вы сейчас в себе или не в себе? В себе это значит вы равны самой себе. А если вы скажете, мне что-то не по себе, это что значит? Сейчас я водичкой попью и приду в себя. А где вы были до этого? Сейчас вы придёте в себя, а где были? То есть как бы не в себе были. То есть вот это вот в себе бытие во многих выражениях. Или я начну сейчас на вас кричать. Мне вообще кричать на студентов запрещено. Нигде не написано, но как предполагается, что это студенты, они пришли учиться, что на них кричать. И вообще преподаватель, если он никак не может объяснить, а начинает кричать, значит, он плохой преподаватель. И вот я сейчас начну на вас кричать, что вот вы это не понимаете, это не выучили, и что это будет? Что это, что произошло? Я вышел из себя, и вы мне можете спокойно сказать, Михаил Владимирович, вы придите в себя. А потом продолжайте себе лекцию. Правильно? То есть вот это вот в себе бытие очень, на самом деле, очень хорошее и тонкое выражение из много-много таких слов. Со словом «в себе», которые присутствуют в языке, поэтому та категория, которую взял Гегель, вот то понятие, которое взял, оно очень точно подобрано, и оно хорошо выражено и по-русски. В себе бытие – это равенство с собой. И вот, значит, вот уже вы, как определённое наличное бытие, как определённый человек, а не вообще человек, вы являетесь единством в себе, равенство с собой и неравенство с собой. Ну, раз вы. И вот это единство в себе бытия и бытия для иного называется изменяющимся нечто. Нечто, представленное как единство, или взятое как единство в себе бытия, и бытия для иного, называется изменяющимся нечто. Изменяющимся нечто. То есть вот с этого момента вы не просто слышали это слово. Конечно, вы слово изменение слышали, изменяющееся слышали, и нечто слышали, но вот здесь мы получили точное логическое выражение изменяющегося нечто. Это нечто, которое взято как единство бытия в себе, а бытия для иного. А теперь прежний вопрос, который у нас раньше был. Изменяющееся нечто. Вот это какие-то особые бытия, или всякое бытие есть изменяющееся. Есть такое бытие, которое бы не было изменяющимся? Есть хоть одно определенное наличное бытие, которое бы не изменялось? Нет. Поэтому к чему относятся это высказывание об изменяющемся нечто? К чему? Ко всему. У нас вообще философия изучает все общее. Не то, что есть только у вас, у меня, или у какого-то предмета, а то, что есть во всем. Все изменяется. Все есть единство в себе. Бытие, а бытие для иного. С одной стороны, против этого трудно возражать. С другой стороны, люди как-то об этом забывают, или неясно это себе представляют, и поэтому они как-то берут какие-то предметы, вещи, институты, как что? Как неподвижные. А вот, скажем, вы как музеологи все берете уже после того, как соответствующая эпоха или какой-то процесс уже завершился, и следы этого берете. Правильно? То есть объекты сохраняете историко-культурное наследие. То есть то, что является уже результатом какого-то действия, движения, какого-то исследования, какого-то борьбы и так далее. Вот эти все застывшие вроде бы результаты вы берете как изменяющие. Но они продолжают изменяться. В каком смысле? Они могут разрушиться. Поэтому такая задача сохранения историко-культурного наследия, она требует от вас того, чтобы вы их сохраняли как в себе бытие, чтобы эти объекты, которые вот попали к вам в руки, как к музеологам, чтобы они не просто изучались, а то так не получилось, что в ходе изучения они пропали. У вас кроме изучения, одной из задач любого музея является сохранение историко-культурного наследия. А с другой стороны, все находится в изменении. Чтобы вы не ставили задачи сохранения, вы должны понимать, что абсолютно сохранить ничего нельзя. Вот почему нужно это еще и изучать. И что кроме того, чтобы его сохраняют как именно объект, как предмет, нужно его изучать и выражать в понятиях. А понятие можно сохранять вечно. Правильно? Если мы этот предмет и описали, и изучили, и рассказали, и извлекли из этого все уроки, то это-то можем мы от поколения к поколению передавать, а знание сохраняется всегда. Они у каждого... Скорее, отдельные люди не вечны, они как отдельные люди уходят в историю. А человечество, как бесконечное и вечное, которое состоит вроде из смертных людей, оно сохраняет, продолжает существовать. И поэтому те объекты, которые уже исследованы, которые получили выражение в понятиях, они уходят с вашей помощью в бесконечность. Вот, так сказать, задача музеологов. То есть навечно сделать достоянием культуры то, что в свое время было добыто человечество. А культура – это уже накопленный опыт человечества, чтобы она из этого накопленного опыта никогда не выпадала. Вот какие интересные можно сделать выводы, исходя вот только из этого понимания того, что такое изменение. Ну и мы должны понимать, что все изменяется. Поэтому вот когда какие-то лозунги выдвигаются, политические, что надо знать, чтобы были изменения. Это довольно глупая такая постановка вопроса, потому что не бывает что-то без изменений. Поэтому требовать, чтобы что-то изменялось, но это все равно, чтобы требовалось от реки, чтобы она текла. Давайте добьемся того, чтобы Волга текла. Или что Нева текла. Ну это глупо. Она и так течет. Но в само течение это входит в понятие реки. И если вы понимаете, что такое изменяющееся нечто, или вы понимаете, что все, что есть какое-нибудь нечто, оно все изменяющееся, изменяющееся не бывает, не изменяющихся нечто, не бывает. И люди меняются, и предметы меняются, и дома меняются, и сооружения, и так далее. Они все находятся в процессе изменения. Есть равенство с собой, есть неравенство с собой. Поэтому такого рода рассуждения, дескать, давайте добьемся того, чтобы произошли какие-то изменения. Мы хотим перемен. Перемены идут независимо от того, хотите вы, не хотите вы. Перемены все время продолжаются. Поэтому вот если вы внимательно посмотрите на то, что пишут или что говорят, вы увидите, что присутствует такая грубая безграмотность Щелосовская. Люди хотят перемен. Вот вы хотите перемен. Но вот если люди, которые сгорели в этом самом, в Кемерово, в этом самом центре торгово-развлекательном, это перемены же. Можно хотеть таких перемен? То есть нельзя хотеть просто перемен. Потому что перемены бывают какие? Которые ведут к развитию, к расцвету, к улучшению. А бывают перемены, которые ведут к смерти. И к очень быстрой причем смерти. И к смерти детей. Ну, ради можно просто ставить за жизнь, лишь бы были перемены. Вот по настоянию Дмитрия Анатольевича Медведева, который все время выступал многократно, с тем, что не надо кошмарить мелкий бизнес. Кошмарить не надо. Что мы получили в результате того, что не надо кошмарить мелкий бизнес под этими заявлениями, был принят закон о том, что три года не надо ничего проверять. Мелкий бизнес получил каникулы от проверок. То есть, скажем, пожарная, охраня, заходите проверять, а есть ли там средства пожаротушения. И не только там, а вообще во всех других местах. А есть ли там пожарная сигнализация. А действительно ли там помещение для игры детей находится на первом этаже, как положено по закону. А действительно ли от этого самого помещения, где должны дети играть, до выхода с первого этажа находятся не более 20 метров. А вы видели там, в Кемерово, где-то, на самом верху, на пятом этаже, туда, куда, как говорится, вот столб пламени устремляется, в случае пожара. И откуда не выберет. Надо проверить, чтобы двери были, соответственно, открывались, а не закрывались, чтобы можно их было открыть или закрыть. Ну и так далее. Чтобы не были загружены проходы. Ничего не проявлялось, ничего не сделано. А вот в сегодняшней газете написано о том, что вот просто поверили центр на Дубровке, там, где, помните, было захвачено, я сказать, заложники в свое время. И в этом центре на Дубровке такая же точная картина. Там пожары на него, а просто сейчас проверили, вот там ничего не работает. Нет сигнализации, нет никаких средств оповещения, выходы заграбочены. Ну и если случится пожар, там огромное количество людей снова погибнет. И это причем на ровном месте они погибнут, потому что элементарные вещи не предусмотрены. Точно так же, как вот рассказывают, на площади было очень много машин, вдруг одна машина загорелась. И буквально десятки выскочили водителей, держав в руках два огнетушителя, и тоже попытались это потушить, загоревшую машину. Из всех этих принесенных добрыми людьми огнетушителей сработало два. 20 принесли, а два сработало. Ну вот вы покупаете огнетушитель, вы проверяете, что ли? Если его проверить, он уже все. То есть так делается. То есть ничего. Это должны проверять специальные службы, которые, вот скажем, из этой партии, я знаю, как проходит военная приемка, как она проходила. Проходила так, вот есть партия. Из этой партии проверяется какое-то количество. Если один брак обнаружен будет, вся партия бракуется, вся брак проходит. Поэтому, если, скажем, проверяют огнетушители, и один огнетушитель не сработал, вот все эти огнетушители выбрасываются с вычетом соответствующих денег. Тогда да. А так? А что будет? Вы не знаете, что будет. В тот момент, который... Вот, поэтому это очень важная категория изменений, и она используется в исторической науке как главный инструмент, потому что наука и история, она изучает насосовременность как результат предшествующего развития человечества. То есть, как результат тех изменений, которые произошли. Правильно? То есть, никак не течето неподвижное, которое мы берем, а как то, что является результатом вот всех тех изменений, которые к этому привели. И только так. А если вы так не рассматриваете, то вы не историки. Эти вы историки, которые изменения берут, но не показывают, к чему они привели, не доводят это до современности. Они тоже не вполне историки, потому что история – это наука о современности, но с учетом того, как мы к этой современности добрались. То есть, тут известная широта взгляда должна быть. И иногда люди погрязают в некоторых подробностях, и они в этих подробностях остаются на таком кусочке истории, и потом они не могут увязать этот кусочек с дальнейшим ходом истории. Вот что означает категория. Значит, все формации, все находятся в изменении. Нет такой формации, которая бы не изменялась. Правильно? И вот, с другой стороны, мы знаем, что эти изменения, вот они идут, 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 и когда повышается производительность труда, растет обовчисление производства. Мы говорим, что это количественные изменения. Как бы не изменялся правообытный общенный коммунизм, он остается правообытным общенным коммунизмом. Вдруг раз, и с какого-то момента он начинает переходить в рабовладение. С какого момента примерно? Мы должны понимать, что произошло. А произошло такое развитие производительных сил, что один человек может прокормить двух и более. А если он может прокормить двух и более, возможно, рабство. Если я могу прокормить только самого себя, меня бесполезно брать в рабство от войны. Если меня победили, наше племя, вы меня взяли в рабство, я сам себя прокормлю. А зачем я вам нужен? Вы меня и закололи. А вот когда я могу уже и себя, и вас прокормить, тогда есть смысл иметь работника, который был борьбом. Тогда вы занимаетесь музеологией, а я буду работать на огороде и собирать для вас винограды и все, что необходимо для жизни. То есть скачок происходит. А скачок – это перерыв, постепенность. И происходит скачок, и потом снова идет развитие, изменение. Идет изменение чего? Идет изменение рабовладельческой формации. Вдруг раз прибежали, пришли варвары, которые не самые культурные, да? Почему они не называются варвары? Они разрушают, они уничтожают. Но все-то они не уничтожили. Мы знаем, что все равно произошло снятие. Все равно культура древней Греции и древнего мира стала фундаментом для дальнейшего развития человечества. Но рабовладелье уже не вернулось. Уже? А почему? А потому что средства производства возникли такие, что их рабам нельзя давать. Потому что рабы относятся к средствам производства как к средствам своего угнетения. Раб – не человек. Раб считается говорящим орудием, поэтому он к этим орудиям относится тоже как к средствам его превращения в орудие. И тоже тогда, когда работник уже не рассматривается как раб, он начинает быть заинтересованным в совершенствовании этих орудий, в совершенствовании технологий, в совершенствовании способов и видов труда. Почему? Потому что при феодализме половину времени работает работник на помещичьем поле в Лакифунде и соответствующей помещище феодальной, а вторую половину он работает у себя на участке. он сам определяет что посадить, как выращивать, как потом перерабатывать, как сохранять. Он самостоятельный человек, никто им не командует, поэтому вот крестьяне, которые вроде считаются, что они темные, они забиты, это очень самостоятельные люди, хозяйственные, которые обдумывают ситуацию, по крайней мере, как прокормить всю семью в течение года, чтобы она не умерла и не заболела, и когда и что посеять, когда и что, и как убрать, кому и как пойти работать. Поэтому крестьянин в себе, он и инженер, он же и человек, и управляющий, он же и работник, и он имеет в своем распоряжении не только мертвое орудие, но и живой скот и так далее. И всем этим, у него большая семья, это не сейчас там один-два человека, сколько у нас семьи были в России? тринадцать человек, да? Двенадцать человек. Будет у вас двенадцать детей? Тогда вы поймете, что такое. Двенадцать, тринадцать, а не один, так сейчас. Вот ситуация. Поэтому вот мы увидели, какой колоссальный скачок произошел, и, соответственно, в период феодализма мы видим, какие колоссальные достижения, они у нас налицо. И если мы знаем там развалины, которые есть в Древней Греции, здесь ничего не разваливается. Сейчас разваливается то, что было вот в период капитализма построено, а вот то, что было в период феодализма, ничего не разваливается. Таврический дворец разваливается? Нет. Иссадельский собор разваливается? Нет. Смольный собор развалится? Нет. То, что построено в Страе, в сталинское время тоже не разваливается, потому что, если бы они так строили, чтобы разваливалось, их бы в тюрьму посадили, а некоторых бы расстреляли, если они взятки какие-то получали за строительство и сдавали с недоделками. А что разваливается? Привожу пример. Я живу около Светлановской площади, там на проспекте Энгельса стоит ряд сталинских домов. И вот, значит, один решили дом разобрать и построить более высокий, немножко более широкий во двор, чтобы больше было бы квартир и деньги получить. Для чего сейчас строят строители? Для чего строят дом, которым вам предлагается купить квартиру? Для чего? Чтобы деньги от вас получить побольше, миллион. И вот они построили и рекламировали это строительство как Нью-Сталинка. И вот они быстро сломали этот дом, быстро базилили эту самую Нью-Сталинку, желтый цвет ее покрасили, немножко она стилизована под сталинские дома. Некоторые даже могут перепутать, но через некоторое время сразу выяснилось, что это именно Нью-Сталинка. Там, значит, большой шикарный магазин. Сначала был «Большой свет» назывался, но как вот в дворянские времена «Большой свет». Ну, потом точка света, и вот отделка такая вот этого первого этажа, и, соответственно, всех входов в магазин. Ну, магазин тут ни при чем, это дверка, отделка самого здания. Это вот такой толщины гранитом, такой тонкой-тонкой гранитной такими пластинами. Они все, конечно, отвалились. Вот. Причем видно было, что за ним пустоты. А там, значит, что-то наляпано, вот так вот, просторы были прилеплены. И вот этот такой шикарный магазин, и такой шикарный родинок, и все уже, значит, обвалившееся, все полуразрушено. Ну, не у Сталинка. Не у Сталинка. Вот такая картинка. Все изменяется, и поэтому вот при этом доказывать, что нужно, чтобы что-то изменялось, довольно глупо и нелепо. То есть нужно всегда говорить не вообще об изменении, а в каком направлении изменения, к чему оно ведет, что и будет в результате этого изменения и так далее. Следующий скачетный скачок какой был? Феодализм, берешь. Достиг такого уровня развития, когда появились средства производства промышленные, и когда появились такие средства производства, которых и крепостному нельзя давать. Крепостной, которого могут наказывать плетьми, не способен развивать технические достижения и пользоваться ими. Поэтому нужен свободный человек. И вот буржуазия нарождающаяся вышла с лозунгами «Свобода и прав человека» и стала выступать за освобождение от крепостничества. Поскольку буржуазия выступала за освобождение от крепостного строя крестьян, то она имела основание называть новое государство, которое создается народным. Почему? Народ же освобождает от крепостничества. Хотя каждое государство классовое, и это государство, конечно, буржуазное, и диктатура буржуазии, но оно, так сказать, освободило народ от крепостной зависимости. Теперь у вас нет никакой зависимости, и участка у вас нет, и вообще у вас ничего нет. Вы сейчас все свободны. Все свободны и, как говорится, никому ничем не обязаны. А у меня, а я не свободный, если я капиталист, у меня есть завод, фабрика. Фабрика мертвая, если никто ко мне не придет работать. Но вы придете, почему вы не придете? А куда вам деваться? У вас же ничего нет, раз у вас ничего нет, вы же совершенно свободны уже. Они уже... Вот неравенство, период федализма достигло такое, крестьянство стало разлагаться, и появились бедняки, батараки, а батараки это и есть наемные рабочие. Совершенно свободны от всего, себя прокормить не могут. Значит, они должны на кого-то работать. Вот приходите вы ко мне и говорите, а нет ли у вас работы? Я говорю, у меня работа есть, но зарплата очень маленькая. Вы поищите еще где-нибудь. Вы поискали, а там такие же артисты, как я, которые не хотят вам давать большую зарплату. Одеваться некуда, а у вас дети голодные, куда вы будете еще ходить? Вам приходите, говорите, а ну ладно, уж какое есть, я прийду к вам на работу. Идите. Вот сейчас в России рабочие за один час производят продукт, который эквивалентен их зарплате. А остальные семь часов из восьми работают на прибыль или на прибавочную стоимость капиталистов. Поэтому одновременно с тем, что у нас за три года снизилось реальное содержание зарплаты на 10%, и зарплата стала 92,5% от уровня 2013 года. В 2017 году ниже, чем в 2013 году. И до уровня упало 92,5% от 2013 года. А при этом количество, или процент роста долларовых миллионеров в 2016 году был 10%, а долларовых миллиардеров – 11%. Появились новые сведения о том, а как дела в нашей экономике складывались в 2017 году. Ну, кое для кого отлично складывались, потому что количество людей, которые обладают суммой средств 500 миллионов долларов и более, увеличилось на 22% за 2017 год. Вот после этого можете вы сказать, что у нас плохая экономика? Я думаю, язык у вас не повернется, уже такое сказать. Это вам она плохая, а кому-то она очень хорошая. Где найдешь такую страну сейчас, где бы так можно быстро было обогатиться. За счет чего? За счет чужого труда. И секрета тут никакого нет. Для этого не надо даже производство развивать. Вот, допустим, у меня на предприятии, если я хозяин предприятия, капиталист, то у меня тысячи человек. Приходят ко мне разные люди и предлагают, давайте у вас тут приоборудуем, давайте сделаем технический прогресс, давайте новые технологии. Вы зачем? У меня тысячи человек. Вот я, а вы у меня работаете. Если я каждому сделаю на тысячу рублей меньше зарплаты, вы же не умрете еще от этого. Правильно? Мне, конечно, не надо, чтобы вы умерли, потому что, ну, если вы умрете, то я других найму. Это не крепостные. Это крепостные, если мои пропали. Никто на меня работать не будет, если я помещик. А если пропали рабочие? Ну, попали и пропали. Да и гастарбайтеры придут. Из Киргизии. Нет из Киргизии. Из Таджикистана, Избекистана. Мало ли стран? Молдаваны. Молдаване приедут. Азербайджанцев попросим. Они подальше тоже придут. Короче говоря, в этой ситуации я сократил вам зарплату на тысячу рублей. Сколько я получил в итоге в месяц? Это у меня тысяча человек, и каждый человек на тысячу рублей получил меньше зарплаты. Миллион. Ну, видите, как здорово. Миллион. Вот я ничего такого, вообще ничего не делал в производстве, а у меня есть лишний миллион. А таких, а месяцев у меня в девянадцать. Меня в школе учили. Что вот, оказывается, как считать, умножать? Я умножаю один на девянадцать, да, и получаю девянадцать миллионов. И что я сделал? Ничего. Просто вам уменьшу зарплату. Так, мне это понравилось. Думаю, если я вот на две тысячи вам сокращу зарплату, вы ведь не умрете же, если я на две тысячи. Что такое две тысячи? Это как стипендия плюс пятьсот рублей. Это ничто. На две тысячи сокращаю. Так я уже получу в месяц сколько? Два миллиона. Дополнительно. Потому что я имею. Может, у меня, я получал с вас по три миллиона, а еще по два. Получу. Два на двенадцать двадцать четыре миллиона. Вот и весь и секрет. То есть, вот мы сейчас наблюдаем, каких-то заразительных изменений в нашем производстве не происходит. с точки зрения переоснащения оборудованием, с точки зрения замены оборудования, с точки зрения развития новых технологий. А идет какая-то болтовня там про то, что вот, скажем, скоро будут роботы, поэтому ничего не надо делать. Никаких. А роботы, это вообще отстало это производство, потому что роботы это такие механизмы, которые изображают человека. Когда они изображают человека, вот, представляете, они делают так же рукой. А вот если быстрее делать, отвалится эта рука, механическая. А вот, скажем, роторная технология, там где, идет, перемещается, деталь, по барабану, барабан вращается, а потом она покасательнее соединяется с другим барабаном, переходит к другой операции, потом к третьей. все это закручивается, как планеты в Солнечной системе. И, в общем, быстро все обращается, и быстро все вылетает. Что вылетает? Авторучки эти, которые вот, вы их раньше еще заряжали, помните, наверное, чернила, сейчас просто их выбрасывают, и все, эти авторучки, идут, покупают новые, потому что они летят со страшной скоростью. Так же делаются пули, там, так же делали снаряды, войну. Так же делаются сосиски, они вылетают, так же, с огромной скоростью сосиски. Никто их там не заворачивает, все это делается машинами. Но это не робот, это вот роторная технология. Ну и другие передовые технологии есть, которые, а зачем внедрять передовые технологии, когда я могу два, две тысячи взять, и у вас, и у вас, и у всех остальных, и получить 24 миллиона в год. И поехать на острова, оттуда, доскачак, кого-то поставить генерального, пусть он тут все делает, я ему буду платить по полмиллиона в месяц, а полтора миллиона у меня будет. Я ничего не буду делать, буду только закорить и купаться. И этому генеральному потребую, чтобы он мне сообщал, как дела. Если у него как прибыль начнет уменьшаться, из-за него, сразу он уволен. Другого вы на ему пойдете за полмиллиона по мне, генеральной, не пойдете? Ну и вот она пойдет. Пойдете за полмиллиона? Полмиллиона буду платить. Вам? Нет. А куда? Как куда? Генеральным директором ко мне. Вам? Конечно. Вам вы? Ну все. Вот так. А вы будете неуспешны, а она успешна, и я успешна. У меня будет полтора миллиона, мне пришлось из двух миллионов полмиллиона и отдать. Почему? Потому что она будет всем руководить, а я просто буду получать деньги. ничего не буду, я сразу объявляю, ничего не буду делать, чтобы ей не мешать. Она свободно совершенно знает, что она то, что она на то и будет делать. И она знает, что она свои полмиллиона получит, но при одном условии, как только у меня прибыль начнет падать, если вы увольны. Ну тоже не страшно, у вас уже накоплено будет там не так мало. Ну вот примерно так это выглядит, эта картина. Если мы на все смотрим с точки зрения таких и вот этот самый капитализм, к чему он идет? Он идет к тому, что производство становится все более общественным. Видите, вот я с одной стороны я сам сделал себя, вывел из производства, вот она еще занимается, она управленец. Это необходимый труд, правда? Потому что всякий непосредственно общественный труд или труд, осуществляющийся в достаточно крупном масштабе, нуждается в управлении, которое обеспечивает связь индивидуальных работ и выполняет функции, вытекающие движения производства организма в целом. То есть она совершенно необходимый элемент, ее труд умственный необходим для обеспечения производства. Мой труд, во-первых, отсутствует, труда моего нет никакого. Во-вторых, я как бы кто? Инвестор. Что значит инвестор? А я ничего. То есть это человек, который рантье. Кто такой рантье? Который ничего не делает. Деньги, как бы вот они на эти деньги, я эти деньги получаю к себе. Есть завод, который уже работает. И на меня работают люди, я получаю это в прибавочной стоимости, я ничего не делаю, я не нужен. Получается противоречие между тем, что производство носит общественный характер, вот уже у меня не тысяча работает, а пять тысяч. А представляете, теперь благодаря вашей хорошей работе у меня теперь пять тысяч, поэтому я с каждого по тысяче получаю, при этом я уже пять миллионов в месяц получаю, а вы все полмиллиона получаете, потому что вы должны понимать разницу, что вы у меня генеральный директор, а хозяин я. Кто у нас хозяин? Давайте, не забывайте, я вас в любом момент могу уволить. А зачем я буду увольнять вас, что я дурачок, никогда не надо резать курицу, которая несет золотые яйца. Зачем такого генерального директора увольнять? Она обеспечила уже у меня такой приток, и у нее то уже так получается, если у него полмиллиона в месяц, так вот как-то набирается за год, за год-то шесть миллионов-то у него всяко набирается, а у Владимира Владимировича всего семь за год. Вы чувствуете? Ну, наверное, вам прибавить, я думаю, что-то прибавить, чтобы уже как-то уровень повысить. Надо прибавить, пусть будет не полмиллиона, а по шестьсот тысяч вам положить с сегодняшнего дня. А вы вот не хотели ко мне идти, ничего вам не прибавлю, вас только убирать буду. И что получается? Противоречие между общественным характером производства и частной капиталистической формой присвоения. То есть этот капиталистический класс, он сам себя выводит из производства, он не нужен обществу, он паразит. Получается, что есть люди, которые трудятся разных видов труда, и непосредственно рабочие, то есть материально-производительные труда, инженеры, которые умственным трудом занимаются, организаторы производства, управленцы, программисты, много-много людей заняты в производстве, оно носит общественный характер. Никто сейчас не может сказать, чей это продукт. Вот у вас есть в руках телефон, где он сделан? В Китае, а разработка была, скажем, американская, верно? Детали могут быть, а металл может быть российский, а сборка может быть южнокорейская и так далее. И говорят, что это хорошая сборка английская, лучше берите, если у вас эти варианты есть, вот одна и та же, принтер лучше. Вот у меня дома стоит принтер Браво английской сборки, он не ломается, если был бы какой-нибудь другой, он бы сломался давно. То есть производство носит общемировой характер уже всего. Китай на весь мир работает, вплоть до мелких игрушек детских, тоже, значит, открываешь, сделано в Китае. Или написано там что угодно. А мелким шрифтом написано там уезд такой-то там Китай, Китайская народная республика. Производство носит общественный характер. Это противоречие между общественным характером производства и частной формой производства. Оно разрешается. Как оно разрешается? Вот путем революции. На сегодняшний день социалистическую революцию уже совершили страны, в которых проживает сколько человек? Считаем. Китай миллиард 380 Вьетнам, который победил, социалистический Вьетнам, который победил Соединенные Штаты Америки. И в начале войны у него был только Северный Вьетнам, а по окончании войны весь Вьетнам стал социалистическим. А американцы никого, кроме мексиканцев, и не победили. Никогда. Хотя они все время так себя ведут. Ну, можно сказать, что они победили Ливию. Ну, там и всех втянули, а вот они в одиночку-то не любят воевать. Дальше, значит, КНДР это 25 миллионов, низшая фаза коммунизма, социализма. Дальше, Куба 11 миллионов. И Лаос, который в 1975 году совершил социалистическую революцию, там 6 миллионов. Итого получаем 1 миллиард и 500 миллионов человек. Вот следующая формация уже, которая называется формацией коммунистической. На этапах Китай находится в переходном периоде. И все остальные страны, которые я пересечил, кроме КНДР, тоже в переходном периоде от капитализма к коммунизму. А мы с вами изучали понятие становления. Вот понятие становления, является самым хорошим изображением переходного периода. То есть не только там есть тенденции перехода от капитализма к коммунизму в переходном периоде, но есть тенденции перехода от достигнутого обратно в капитализм. Поэтому чем заканчивается переходный период, это неизвестно. Поэтому думать, что этот вопрос уже решен, и не решается вопрос, кто кого, решается. Другое дело, что в том же Китае, например, взяточников расстреливают. Десять десяток, десять тысяч взяточников расстреляли. Вот там такая идет борьба с коррупцией. А у нас это вот как-то люди пошли на какое-то время, посидели, как будто на заработках были, а потом у них миллиарды дома и сотни миллион. И сотни миллионов. Такая картина. Ну вот, вот мы и рассмотрели с вами вопрос об изменении. Об изменении. Но это не все формы движения мы с вами рассмотрели. Мы рассмотрели становление и рассмотрели изменение. А есть еще одна форма, которая называется, форма движения называется развитием. Что такое развитие? Вот вы, если то, что вы это слово слышали, нет никаких сомнений. А что такое развитие? Можете сказать? Кто может сказать, что такое развитие? Того назначу генеральным директором. И зарплата будет полмиллиона. Она уже не говорит, потому что она и так уже имеет полмиллиона. зачем она будет говорить? Опускаться до каких-то музеологов. Как они нищеброды при своей зарплате за музеи. Вот она летает уже. А у нее вообще свой самолет, она прилетает на отдых на отдельном самолете. И яхта есть. Хорошая у вас яхта. Да, вот. Но нас она не возьмет кататься, потому что мы ей не подходим. Не того уровня. что такое развитие? Третье форма движения. Так в чем форма движения? Так вот, если я упаду сейчас из окна, это будет развитие, что ли? Это что, не будет форма движения? форма. Вы спрашиваете, что это форма движения? Ну, так это не определение развития. Это утвердение просто развития. Это вроде того, что я про вас скажу, что вы твердое тело. Это не ложь. Вы же не жидкое тело, а твердое. Но это я не тем самым про вас ничего еще не сказал, как человека. А вот вы же конкретный человек, а не просто так. Какое движение называется развитием? Не всякое изменение называется развитием. Вы могли бы даже лучше или больше сказать на основании того, что вы сегодня услышали. Всякое развитие есть изменение. Не просто движение, а изменение. Правильно? Если я развиваюсь, то изменяюсь. Но всякое изменение называется развитием. Вот движение к смерти это развитие, изменение, которое ведет к смерти. Я про вас не буду говорить, я про себя буду говорить, я человек уже пожилой, то есть я пожил. То есть я в молодости точно не умру. Есть ведь у нас люди, многие погибают в молодом возрасте, я уже из этого круга вышел. Со мной такого несчастья никогда не произойдет. Представляете, как вот, в каком я лучшем положении нахожусь, чем некоторые. А некоторые вот сделали селфи, тут же упали, их больше нет. Или сгорели. У нас прямо сейчас, в это время. А я в будущем положении, я не упал, не сгорел в том возрасте в молодом за отсутствием уже этого молодого возраста. А вы еще под угрозой. Что такое развитие? Ну, музеологи, они должны способствовать развитию человечества или нет. А чтобы этому способствовать, надо как минимум узнать, что это такое. А то вы вдруг будете способствовать, а потом все пропадет. все непосильным нашим трудом. Что такое развитие? Ну, вы можете сказать, это вы должны как лектор рассказывать нам, что такое развитие, а не спрашивать. Ладно, я спрошу вас на экзамене, а сейчас расскажу. Значит, развитие это не всякое движение, а движение низшего к высшему, простого к сложному. Низшего к высшему, простого к сложному. Движение низшего к высшему, простого к сложному. Почему это как бы двойное определение? Потому что когда говоришь движение низшего к высшему, неясно, как, что низшее, что высшее. Поэтому последующая фраза, это расшифровка того, что значит низшее, что значит высшее. Это движение простого к сложному. А соответственно, если противоположное взять движение, Сложное к простому. Например, вы, если топили печь, берете бревно или дрова. Дрова это сложное, да? Это же растение, но уже мертвое растение. Древесина имеет сложную структуру, как бы органическую структуру. А вы, когда сожжете эти дрова, получите уголь или пепел. Пепел, это означает, что у вас, если уголь еще какую-то структуру имеет, древесный, и продают древесный уголь даже для тех, кто хочет делать шашлыки. А вот если вы его превратите в пепел, то есть все сгорит полностью, то это просто элементы таблицы Менделеева, там ничего другого нет. Правильно? Все сгорело. Там это все, это движение от сложного к простому. Вам-то хорошо, вы грелись, когда эта печка грела, или в костра сидели и развивались, двигались от низшего к высшему, читали стихи, пели песни. А что касается вот этого, этих дров, то судьба их незавидная, они двигались в обратном направлении, от сложного к простому, пока они превратились просто в плот. Во что? В пепел. Вот. И, конечно, мы должны в направлении движения всегда видеть, что направление может быть изменений положительных в плане, это развитие, или в отрицательном плане, то есть деградация. Если движение идет от простого к сложному, это развитие, а если движение от сложного к простому, разложение, то тогда это называется деградация, или реакция, или регресс. В развитии, в этом движении тоже надо различать разные тенденции. В развитии в любом. Есть положительные тенденции, то есть та, которая совпадает с направлением развития, и отрицательная, которая противоположна развитию. Вот, я про вас не буду рассказывать, чтобы вас не огорчать, только про себя расскажу. Вот я развиваюсь, это один момент, и продолжаю движение низшего к высшему, простому, к сложному. В то же время, как и другие люди, за исключением здесь присутствующих, я двигаюсь и к смерти. Если я двигаюсь и к смерти, это движение какое? Регрессивное. И таких людей, у которых, ну вот кроме здесь присутствующих, таких людей, у которых бы не было такого движения, их нету. Да? Таких людей. То есть это вот существует в каждом организме, и это существует и в природе, и в обществе. То есть во всяком изменении, во всяком развитии надо различать направление, еще тенденцию, которая по направлению совпадает с развитием, и тенденция, которая ему противоположна. Вот это развитие поэтому может быть представлено как борьба прогрессивной тенденции с реакционными. Вот та тенденция, которая совпадает с направлением развития, называется прогрессивной тенденцией, или просто прогрессом. А та тенденция, которая совпадает с негативным моментом, с движением от сложного к простому, называется регрессом, а применительно к общественным явлениям и процессам называется реакцией, или реакционной тенденцией. Поэтому всякое изменение в обществе, есть единство и борьба прогрессивных и реакционных тенденций. Если прогрессивные тенденции и силы, которые с ними связаны, классы, которые связаны с этими тенденциями, если они берут вверх, получается движение вперёд. А если вверх берут тенденции негативные, отрицательные, регрессивные, реакционные, получается реакция и движение вспять. И мы с вами прекрасно знаем, что история – это не тротуар Невского проспекта, по которому можно идти, если вы пошли от Московского вокзала, так прямо и дойдёте до Адмиралтисы. А в истории бывает и движение вперёд, и движение назад. Отсюда видна безграмотность некоторых деятелей, таких как Хрущёв, который прямо на съезде в закладе, первый сектор в закладе Центрального комитета, заявил, что социализм в СССР победил полностью и окончательно. Ну, окончательно – это что значит? Ну, ничего не надо делать, бороться не надо, с никакими негативными тенденциями просто нет. А раз с ними не надо бороться, то с ними и прекратили борьбу. А если с ними прекратили борьбу, то они получили полную свободу для своего развития, для своего действия и привели к разрушению социализма. И сейчас такие глупости повторяются. Куда-то, как только не слушаешь про то, что произошло с Советским Союзом, все рассказывают, что он развалился. Как будто это какой-то такой, как есть вот такие упаковки, которые на солнце разлагаются. Вы выпили молоко, купили в Великонавгородской упаковке, а она на солнышке через месяц уже разложится. В отличие от полиэтилена, который через 200 лет мы все умрем, а полиэтиленовые бутылки, из которых мы пили молоко, будут жить и напоминают о нас 200 лет. Из моей бутылки пила такая-то или пил такой-то. И вот, говорят, развалил. Не развалился. Советский Союз подвергался разрушительным тенденциям изнутри и снаружи. С ним боролись. И боролись с ним, если взять 61-й год за начало, когда было объявлено, что нету никаких. Нету никакого. Он уже победил окончательно. То есть демобилизовалась и партия, и демобилизовался рабочий класс. И все коммунистические силы демобилизовались, а реакционные силы мобилизовались. И они получили исключительный простор для своего действия. И вот эти реакционные тенденции разрушили СССР. Когда СССР был разрушен? В каком году? 1901. А что вы будете 12 июня отмечать? Открыть, пожалуйста. День России. А? День России. Что произошло в этот день России? Это не день России, это день уничтожения Советского Союза. В этот день, в 90-м году, в 90-м, а не в 91-м, была принята декларация о независимости России, в которой было записано, что на территории России союзные законы не действуют. А что такое, когда законы Советского Союза не действуют? Нет уже Советского Союза на территории России. А что такое Советский Союз без России? Всё. А в июле месяце наши братья по крови, славяне, украинцы и белорусы, приняли аналогичное решение, по примеру. Они пошли за Ельцином во след и приняли такие же решения на своих форумах о том, что на территории Белоруссии не действуют союзные законы. То есть верховенство законов Белоруссии на территории Белоруссии, над союзными. И то же самое и украинцы сделали в июле 90-го года. И поэтому с июля уже 90-го года, а лучше сказать с июня 90-го года, Советского Союза уже как единого государства не было. Осталось только красиво это оформить. А в 91-м году его красиво оформили с помощью референдума. Вопрос там стоял такой. Вы за обновлённый Союз Советских Социалистических Республик как союз каких государств? Не помните какой? Вопрос был на референдуме. Каких государств? Как союз каких государств? Суверенных. А что такое суверенное государство? Независимые друг от друга. У нас тут есть СНГ. Хотите посмотреть на СНГ? Сходите к Таврическому Дородцу. Там особе страны СНГ. Это та организация, которая не занимается ничем. А чем она может заниматься? Если вот мы с вами суверенны. Давайте приём решение единое. Каждый после вот этого занятия, вот перерыв у нас будет сейчас, перерыв, через 10 минут идёт туда, куда считает нужное. И железно будем это исполнять. Правильно? Хорошо будет. Вы же суверенный человек. Вы у меня спрашиваете, должны куда пойти? Нет. Я у вас тоже спрашиваюсь? Нет. А вы у меня не будете спрашивать? Нет. Мы разбредёмся с вами. И всё. Потом мы вдруг сюда соберёмся. По собственной воле. У нас, правда, нет вот такого суверенитета. У нас государственный университет. Если даже будут долго разбегаться студенты, их потом на экзамены соберут поштучно. И поштучно представят их сминаторы. А остальных отчислят. У нас нет этой суверенности. А в гимн Советского Союза там, как пелось, «Союз нерушимый республик каких?» Не знаете? «Союз нерушимый республик». Что, суверенных? Нет. Свободных. Свободных. Свободно соединились эти республики в единый союз. И в этом союзе главными являются союзные законы. А эти самые местные законы, они конкретизируют союзные законы. Вот если муж с женой становятся суверенными, это что такое? Всё, развелись. Давайте, говорит, будем, чтобы у нас отношения были ясными, разведёмся и будем суверенными. Красота. А на самом деле, когда в ЗАГСе спрашивают, «Вы по любви вступаете в брак? Согласны ли вы?» Это значит, что люди свободны, дают своё согласие на этот союз. Свободны они. А если они суверенны, всё, нету никакого брака. Вот суверенны сейчас, если есть такое новое изобретение, брачный договор. Поскольку тем, кто имеет миллиарды, им как-то не с руки. Он женился, а потом за время, которое прошло с момента его накладения в браке, в случае развода он должен отдать половину нажитого за этот период. Ещё же фабрики и заводы, как нефти рассуждают туда отдавать, женам, давайте заключим брачный договор, и если вдруг мы разводимся, вам будет сведесной заводик маленький. И квартира 17-комнатная. И всё. Вот уже Абрамович, у него уже третья жена. А он, значит, с ней каждый раз у него договор. А женой всё, молодые, молодые, молодые. А некоторые скачивают. Женщины ещё не понимают, что. Говорят, ему я бы хотела выйти за богатого. А богатый будет у неё мужем 4 года. А потом он возьмёт более молодого. У него же это всё на расчёте. Вот такое интересное время мы живём. И мы должны различать тенденции. Позитивный, который во всём есть. Человек, если у него... Есть у него тенденции укрепления здоровья? Есть, есть. А есть тенденции ухудшения здоровья? Есть, есть. Что нужно делать? Бороться с ухудшением здоровья или укреплять здоровье? Что нужно делать? Медициной заниматься больше или здравоохранением? По идее, надо вообще здоровых людей. Дома отдыха, спорта, физкультура, чтобы была свежий воздух. Чтобы здесь вот из коридора был подход к окнам, чтобы порточки можно было открыть. А не так, чтобы всё закрыто, чтобы вы там задохнулись в этом коридоре. У себя же надо покрутить. В школах делали рекреации, чтобы люди к окнам подошли, посмотрели на белый свет. А вы можете посмотреть на туалеты и на деканаты в одном и другом конце. Особенно у нас, у нас просто в противоположных концах. Там декан, а там деканат студенческий. И скамеечки поставлены в коридоре. У нас студенты вот сейчас содержатся в коридоре. А что это, студентов надо в коридоре держать? А это мы зачем-то закрываем. Зачем мы это закрываем? Объясните мне. Тут же нет компьютеров, ничего нет. Почему вам здесь во время, когда здесь свободная аудитория, у нас по свободных аудитория, я вам докладываю, в нашем этом здании, видим и невидимы. Тем более, что количество студентов сокращается. И говорят, вы там закрываете нас, внизу написано. А если они бы все были открыты, легально закрыты, законно открыты, ну, это прекрасно, вы бы сейчас на солнышке сидели и что-то готовили. Сидели бы там, взяли себе кофе или что-то тут отдыхали. Никто здесь, вот я сколько здесь бываю, никто в историческом, никто не солит, никто ничего не портит. Ну, черт, все очень хорошо. Зачем мы в вас в коридор выставляем? Это надо видеть во всем. Вот вроде у нас все тут здорово, хорошо, но тут тоже есть тенденция и негативные. Все закрыть, все не пущать, не давать. А потом говорят, народ, конечно, у нас плохое у него здоровье. Так он не дышит свежим воздухом, он не находится на солнце и так далее. Какое это опять явление развития? Это явление всеобщее. Есть что-нибудь, что не развивается? Материя находится в развитии. А раз она находится в развитии, то каждый следующий момент истории, каждая точка истории включает в себя. Материя на каждый следующий момент содержит в себе всю историю движения предыдущего. Правильно? Поэтому она, материя, усложняется. Усложняется. Нам с вами повезло, мы представляем собой высшую форму развития материи. А вот уже кошкам не повезло. И лошадям не повезло, поэтому считается, вот на людях ездить нельзя, а на лошадях можно. Дескать, я люблю ездить на лошади. А лошадь любит, когда на ней ездит? Или особенно, когда на ней тяжелые грузы вводят там есть, тяжеловесы? На верблюдах тоже ездят. И верблюда, наверное, любят, когда на них ездят. Ослы любят, когда на ослах ездят и так далее. А мы – высшая форма развития материи. Мы из баранов делаем сосиски, а не они из нас делают сосиски. Видите разницу? То есть вы гордитесь уже этим, нет? Вот, короче, да, вопрос есть у вас. То есть декретация, она входит в развитие? Да, входит в его противоположный момент. Как в вас входят ваши недостатки, входит в вас, а не в меня. В меня входят мои недостатки. Возможно, у меня их гораздо больше, чем у вас. Но это мои. Я отвечаю за них. Это мои недоработки. А ваши в вас. А у вас свои недостатки. Можете говорить, что у вас их нет? Это будет ваш недостаток, нескромность тогда. Если вы скажете, что у вас недостатков нет. Сразу вскроется один недостаток, сразу обнаружится. Таких людей нет, которых нет недостатков. То есть вот это надо понять, что, скажем, так люди представляют иногда. Дескать, вот социализм был, золотой веры. Так что, при социализме разве не было отрицательных тенденций? Очень много. А что не будет их, если построить снова социализм? Будет. Все эти попытки построить что-то без недостатков – это глупые, безграмотные попытки. Безграмотные. То, что вы построите, это будет какой-то живой социальный организм. В этом социальном организме будут противоположные тенденции. Например, сразу вам скажу, при социализме широко были развиты мелкобружадные тенденции. Чтобы их увидеть, надо хорошо понимать, что такое мелкобружад. Мелкобружад – это мелкий хозяйчик, работающий на рынок. Если я что-то делаю за продажей, мне не важно, скушаете вы, не скушаете. Мне важно что? Чтобы я от вас деньги получил. Сам бы ел, да деньги надо. Вот деньги мне от вас надо получить. И вот если рабочий при социализме думает о том, как бы ему поменьше дать в общество, в государство, поменьше поработать и больше бы получить. Это такое поведение. Это мелкобружадное. Оно было широко распространено. На каких уровнях? На всех. Как показала вот история разложения, то есть уничтожения Советского Союза, что особенно было это распространено наверху, там, где были центральные комедии. Кто такой Горбачев? Это вот и есть человек с такими мелкобружадными устремлениями, который думал о чем угодно, только не о стороне. Который там, та же самая Раиса Максимовна сбивала там кафель, потому что они так сделали у них на даче в Форосе, надо переелать. Там должно быть очень... За чей счет строился тогда? За счет тех, которые трудятся, кто делал. Рабочие в виде все делают. Ну вот, мы уже с вами знаем, что такое развитие, после этого надо делать перерыв. Хотя бы на 10 минут, чтобы зафиксировать в памяти. Что-то вы загрузили. Вам не понравилось, что есть отрицательные тенденции во всем? Я правильно в воздухе. Да, то есть, можно сказать, нет в жизни счастья. Как некоторые пишут, знаете, вот так вот здесь. Сейчас вот модные эти самые татуировки, но таких вот красивых нет. Мало бывает. Нет в жизни счастья. Или один товарищ выходит, здесь Ленин, здесь Сталин. И так с ними навсегда. Перерыв. И так. Продолжение следует...